То есть вы имеете право первое, как также в обычном порядке, оскорить, пожаловаться в вышестоящие налоговые органы. Ну, например, там разные ситуации вы сможете найти в этой законодательстве, что это не совсем правильно. Дальше, и второй момент, суд, пожалуйста, тоже можно спорить. То есть все протоколы эти оскориваются. Далее, это то, что, ну, если какие-то интересные моменты, можете как бы на себя в этом приказе посмотреть. Далее, есть специальное постановление правительства Российской Федерации, которое установило порядок предоставления документов. Вот вам налоговое требование представить документы, связанные с соблюдением валютного контроля. Не поленитесь, лишний раз откройте это постановление. Там написано, как должно требование быть составлено. Это первое. И второе, какие документы вы предоставляете в копиях. То есть там все написано в копиях, в копиях в установочном порядке предоставляются. И, по сути дела, там прямо указано, какие документы предоставляются. Ну, во-первых, здесь есть такой порядок, это же валютная законодательность, к нему первая часть налоговой бодицы не относятся. Поэтому здесь говорится о том, что в требовании должен быть указан срок, в течение которого документы вы должны представить. Этот срок должен быть не менее 7 дней. Больше, пожалуйста. Если, например, вам требования предъявили по документам, но у вас нет документов, мало ли там, какая-то сеть у вас филиальная, какие-то документы вы не получили от них, вы имеете право написать на логовую инспекцию о том, что на текущую дату вы не имеете сегодня документы, делаете запросы, получаете их, и тогда вам должны дать в письменном виде ответить, что этот срок увеличивается в такой-то период. Вот такое постановление правительства Российской Федерации, есть номер 98, это порядок за требованием документов, которые служат основанием для подтверждения валютный контроль правительства. То есть это не налоги, это вот отдельный валютный контроль. Итак, постановление правительства Российской Федерации от 17 февраля 2007 года, 17 февраля 2007 года, номер 98. То есть налоговая должна действовать согласно этому документу. И мы должны выдавать документы согласно этому документу. Дальше. Это то, что касается налоговой. Есть еще один регламент, и я думаю, что он больше всех волнует, это Росвиннадзор. Росвиннадзор тоже нас сегодня проверяет в рамках валютного законодательства. Если хотите ознакомиться с этим документом, там у Росвиннадзора даже сроки есть проверки. Например, 45 дней, если дополнительные мероприятия, 90 плюс еще 95 дней. А общий срок проверки не должен превышать 140 дней. После 140 дней должны выдать вам факт по результатам проверки. Значит, Росвиннадзор, это приказ Минфина о проведении, о том, как они проверку свою устроят. Приказ Минфина, номер его 48Н. От 24 апреля 2013 года. 24 апреля 2013 года, 48 лет. Тоже посмотрите, как Росвиннадзор. У Росвиннадзора здесь проверки могут быть плановыми или неплановыми. То есть плановые, они сами планируют, как плановые, обычно у них тоже собирают информацию и потом делают план где-то на полгода этот план. Поэтому даже на сайте Росвиннадзора есть определенные сроки проведения проверок, тоже можно их находить. Росвиннадзор ведь не только занимается соблюдением валют, но и на полгода, но и на полгода, поэтому здесь мы в этом отношении тоже ситуация такая выборочная. Значит, и так, с Росвиннадзором тоже можно спорить, если не согласны. Тоже оспариваются решения, судьи в основном стоят налогоплательщики. Дальше. А что же в этом случае нельзя нарушать? Значит, в этом случае нельзя нарушать следующее. Значит, конечно, нужно обращать внимание на 9-ю статью. Это 173-й федеральный закон. Это 9-я статья. 9-я статья 173-го федерального закона. Значит, который говорит, что валютные операции, операции, связанные с оплатой валюты между резидентами и нерезидентами, запрещены. Мы не можем резидент-нерезиденту деньги дать в валюте. То есть в рублях, да, пожалуйста, а валюте нет. А резиденты-нерезиденты, это как? Там в первой части все это прописано. Президент российской организации, нерезидент иностранной организации. Даже если иностранная организация создает представительство, остается нерезидентом. Поэтому получается все равно резидент-нерезидент. Отношения, когда иностранная валюта идёт между резидентом и не резидентом без ограничений, а когда между двумя резидентами, то здесь идёт нарушение. Но здесь исключения тоже, посмотрите. Исключения, например, какие? В рамках комиссионных сделок вы, например, экспортер решили реализовать через комиссионера какие-то товары, ваш комиссионер заключил договор с иностранцем, иностранец ему на его счёт заплатил валюту, ваш комиссионер эту валюту перечислил вам на ваш счёт. Допустимо? Допустимо. Здесь такие исключения есть. Например, транспортные, в рамках транспортной экспедиции тоже могут быть такие ситуации. Кстати, не является нарушением валютного законодательства, тоже эти поправки были, вот если помните, были когда-то споры. Например, если вы купите валюту, как российская организация, дадите своему подотчетному лицу эту валюту, сейчас, конечно, редко это делается, в основном, карточками пользуются, банковскими картами. Или сегодня, кстати, можно, это не нарушение, например, перечислить денежные средства в подотчет на заработную, на зарплатную карточку, да, и с этой зарплатной карточкой он поехал, и там рассчитывается, то есть тоже такая ситуация. Дальше, если ваше подотчетное лицо съездил, кто-то работник, приехал, например, истратил в иностранной валюте, в командировке, вам предъявляют, а вы ему возмещаете в иностранной валюте, тоже такая ситуация не является нарушением. Вот эти вот моменты здесь прописаны. Поэтому здесь самое главное, не допустить неправильных операций в валюте, к ним, собственно говоря, хоть срок и давности один год, но, тем не менее, штраф от 3-4 до полной суммы вот этой вот валюты неправильно купленной, неправильно приобретенной, выданной. Дальше, 12-ая статья 173-го федерального закона. Обратите на нее внимание, пожалуй, сегодня по ней самое большое количество штрафов идет. Выявляют это, если вы вдруг на территории другого государства открыли счет. Представительство у вас там, или вы просто поехали строить что-то, или какую-то акцию рекламную ведете, и там открыли счет. Нет этого ограничения сегодня. Любая российская организация может приехать на территорию иностранного государства, открыть счет в банке, в иностранном банке. И вот если она такую операцию допустила, то она обязательно должна сообщить в свою налоговую инспекцию на территории России о том, что она открыла этот счет. Сообщение идет в течение месяца. Если такое сообщение не поступает в такой организации, вернее, если такая организация такое сообщение не направляет, то штраф идет от 800 тысяч до миллиона. Поэтому сегодня налоговики сначала напугал этим штрафом, и налоговики, как бы исполнительного вагоновоза, Росфинадзор напугал этим штрафом. Потому что если вы сами добровольно, ну будем так говорить, вы не указали, не сообщили в налоговую инспекцию, а потом понимаете этот риск, и сами добровольно все-таки уведомляете налоговую инспекцию свою, что вы открыли такой счет, например, с нарушением срока, то штраф вам будет от 50 до 100 тысяч рублей. Короче, за добровольное признание от 50 до 100, а если потом выявляется ситуация, от 800 тысяч до миллиона, если вы сами не сообщили. Сегодня, конечно, банки при выявлении, они видят перечисление, с какого счета было при выявлении этих ситуаций, они обязаны сообщать эту информацию Росфинадзоре. И поэтому последние письма, которые идут, они очень серьезно выявляют огромное количество таких сообщений и предъявляют налогоплательщикам штраф. Поэтому это вот серьезная такая статья. Далее, есть, да, кстати, вот уведомить налоговую инспекцию вы должны в специальной форме уведомления. Такая форма уведомления дана в приказе Минфина. То есть нужно специально... Иностранный банк не сообщает в наши налоговые органы ничего. Это мы сами все делаем, вот отсюда и проблема одна. Значит, свои теперь не должны, а вот что касается по иностранным, должны. Итак, приказ Минфина от 21 сентября 2010 года, 21 сентября 2010 год, номер приказа ММВ-7 ММВ-7-6 дробь 457. ММВ-7-6 дробь 457. Вот здесь форма уведомления. Кстати, если вы сообщение в срок направите, но не по форме уведомления, штраф тоже вам будет. Потому что в течение месяца дня открытия счета, то есть за дня заключения такого договора с банком. Если у вас открыт счет на территории иностранного государства, при этом представительство, непредставительство просто открыли, создавали, значит, вы должны еще по окончании каждого квартала, не под дни, чем в течение 30 дней, направлять отчеты в свою налоговую инспекцию о движении денег на этих счетах. Есть специальное постановление правительства Российской Федерации, в котором предусмотрены эти формы отчета. Постановление правительства Российской Федерации номер 819, 819, 28 декабря 2005 года. Здесь даны формы отчета, которые вы должны составлять о движении денежных средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации. Каждому движению нужно приложить документ, выписку там, ну что такое банк дает, чтобы это все было читаемо. Если какие-то прорехи возникают, налоговая инспекция анализирует, вам назад прекращает, вы должны там в течение 7 дней они устанавливаются, все это исправить и вернуть им снова. То есть вот такой. Если вы такие отчеты не предоставляете, то к вам применяют штраф от 40 до 50 тысяч рублей за каждый отчет. Поэтому штрафы иногда, когда организация там опомнится, штрафы бывают большие. Поэтому тоже, пожалуйста, вот эту вот ситуацию соблюдайте. Ну и наконец, 19-я статья 173-го федерального закона. Это репатриация валютной выручки. Которая говорит о том, что если вы экспортировали товар или выполнили какую-то работу-услугу, вы должны получить своевременно оплату по этой работе услуги. Своевременность это договор. То есть вы должны сказать или вы должны как бы установить максимальный предполагаемый срок исполнения этого договора. Или правильнее всего в договоре написать, например, срок исполнения этого обязательства. То есть принцип такой. Если мы в российском законодательстве не установили срок оплаты, нам контрагент не платит, это проблема только наша. Если, то есть пишем потом дебютовку, ну денег не хватит нам и так далее. Если нам не платят иностранцы, то это проблема государства. Не получаем мы эту валюту на территорию России. И вот в этом отношении как раз есть статья 15.25, вот этот кодекс об административных правонарушениях, который устанавливает там штраф от 3-4 до полной суммы валютной выручки. Поэтому как бы вот, то есть важно, что если вы реализовали что-то, вы должны своевременно получить оплату. То есть в соответствии с условиями договора можно в условии договора вносить поправки, можно изменять, удлинять эти сроки. В конце концов, лишь бы вы это помнили, знали, своевременно изменяли. Если вы это не делаете и срок нарушен, то идет информация Росфиннадзора, и вам штраф будет предъявляться. Есть разные смягчающие обстоятельства, это уже суды. То есть иногда бывает, что есть субъективная ситуация, когда контрагент, вот, например, сейчас на территории Украины, да, идут. Что там с них получишь? Ничего. Поэтому в этом отношении, конечно, тут уже принципиальная позиция, которую будет рассматривать суд. Росфиннадзор может штраф предъявить, а суд уже может определиться и сказать, ну, действительно, чрезвычайная ситуация. Ну, действительно, невозможно, да. Но при этом посмотрят на ваш договор и посмотрят, а как вы договор написали? А была ли там предоплата, возможно? А были ли там установлены штрафные санкции? А установлен ли там претензионный порядок? Если это все есть, значит, вы заранее все-таки думали о том, что вы подстраховываете риски. А если вы это не написали, и ради бога мы вам отдали, а вы нам ничего не заплатили, то тут уже могут быть как раз выгледены эти штрафные санкции. Но, тем не менее, первоначально штраф применяют от 3-4 до кона сурвалитного ручка. Или другая ситуация. Например, вы купили что-то, хотите купить на территории иностранного государства. Но предварительно по условиям договора вы перечисляете предоплату. Предоплату перечисли, а ничего назад не вернули. Например, вам ничего так и не поставили. Вы должны установленный срок вернуть эту предоплату. То есть вернуть эту предоплату нужно или в течение разумного срока, срок закончился, не позднее там 7 дней, или в течение срока до окончания этого договора. То есть если там есть условия поставки и окончательная дата по договору. Вот такой невозврат валютной выручки тоже приводит к штрафным санкциям от 3-4 до полной суммы валютной выручки. Тоже в ситуации сегодня контролируется. Применяется Росфернадзором. То есть вот они такие штрафные санкции по валютному контролю. И еще такой момент. Ну и конечно инструкция 138 дней. Если вы оформляете документы, то есть если вы оформляете паспорт сделки, то вы соответственно должны своевременно оформить паспорт сделки, своевременно предоставлять справки о подтверждающих документах, да с приложенными документами. Потому что там сроки все эти прописаны в этой инструкции. И вот тут вопрос такой. Если вы нарушаете срок предоставления таких документов, то там штрафы идут от 40 до 50 тысяч рублей. Кстати, если вы такие документы, если вы один раз нарушили в одном году и нарушили снова, два ошибок, и своевременно паспорт сделки оформили по одной сделке, по второй, то второй штраф уже в 10 раз возрастает. И там ко второй ошибке, то второго нарушения штрафа идет уже от 400 до 600 тысяч рублей. Смотрите статью 15.25 в Кодексе об административных правонарушениях. Штрафы очень большие. Если паспорт сделки оформлен без суммы, а на договор. То есть есть два договора. То есть сделаны два паспорт сделки без суммы. Значит, тогда контроль идет за обязательностью по этому. Пока вообще как бы паспорт сделки может быть оформлен, но обязательным его, а у вас как бы просто он заполнен, а что тогда вас смущает? Нет, ну вы справки о подтверждающих документах сдаете же. Ну и все. Вот вы сдаете, и пока идет эта операция. То есть там вас смущает вот этот срок оплаты, от какой даты будет считаться, например, или что. Вот открыли паспорт, дойдут сделки, вы сдаете справки. То есть пока ваш договор работает, работает. Все. Здесь окончание срока договора прописано или нет окончательно? Когда он закрывается? В конце года. Ну если он в конце года закрывается, значит на конец года, на 31 декабря. Например, если вся оплата по этим договорам прошла, по вашей поставке оплата, значит никаких вопросов нет. А если оплата на эту дату не состоялась, значит банк имеет право запреть сам этот паспорт сделки. Но эту информацию переложить в ведомость банковского контроля, отдать эту ведомость Росвенадзору. Росвенадзор будет просто уже тогда рассматривать это как нарушение. Поэтому если все выполняется, то никаких рисков нет. Вопрос только о том, чтобы вы своевременно это все производили, ну как бы осуществляли банковские оплаты. Потому что, например, сегодня все равно паспорта сделки не всегда оформляются. Поэтому есть такое условие, которое говорит, если исходя из сделки предполагается, что сама величина паспорта не будет превышать вот этот эвалент равный 50 тысяч долларов США, то вы имеете право не оформлять паспорт сделки. А начинает он оформляться, вот например, в данной ситуации у вас, все зависит от того, какая поставка. Например, у вас были бы маленькие поставки. И вы изначально говорите, не буду оформлять паспорт сделки, вы имеете на это право. При этом, как бы банк не требует этого, и нет такой обязанности. Вы осуществляете реализацию, и до вот этой величины 50 тысяч банк будет пропускать ваши оплаты, и как бы таможню вы будете реализовывать. Но когда этот эвалент 50 тысяч долларов США начинает превышать, вот с этой даты вы должны уже взять на форме паспорт сделки с превышением. И вот тогда уже дальше пойдет контроль. Есть паспорт сделки, есть контроль. Нет паспорт сделки, нет контроля. По мелким операциям вас никто проверять особо не может, что у вас там идет. А вот как только есть паспорт, то это и есть контроль, который осуществляет. А если расчет рубля ведется, то в Казахстане все равно, то все равно. 19-я статья, она говорит, что репатриация и рубля по валюте. Поэтому все равно и Казахстан, и Белоруссия, они все по отношению к нам иностранцы. И если нарушается по отношению к ним, то это все равно то же самое. А если вот сольки охваты, они не соблюдаются, но это при импорте. Вы сами. Наше законодательство это не волнует, пожалуйста. Вы сами нарушать можете, но не входит в случае не нарушения получения. Поэтому опять же, наше государство волнует только то, что мы не получаем. А то, что мы не платим, ради бога. Это и право, и мы сами там беспокоятся. Ну, как бы, вот такие. Ну, вот, да. Особенно со счетами сейчас очень много пошло, скоро. Поэтому вдруг открыли, имейте в виду, что штрафы такие большие. А счета только по юрлицам? Нет, по физлицам тоже штрафы есть. Но там штрафы небольшие, там 4-5 тысячи, поэтому неслыша. Вот если вы как физическое лицо поехали за границу, он, в принципе, счет. Вы тоже имеете право открыть счет, ну, независимо, в любом банке прийти, открыть. Значит, вы должны свою налоговую инспекцию тоже в течение месяца сообщить об этом. Значит, у вас нет такого требования представлять отчеты, это только по юридическим влез. Но налоговая должна знать, что у вас там этот счет закрыли, тоже сообщение дали. Сегодня пока штраф небольшой. То есть, если потом выявляется, что у вас такой счет был, вам максимально просто надзор, штраф там 4-5 тысячи, даст, правильно? Когда-то был тысяча-полторы, вообще не помню. Сейчас 4-5. Я думаю, кто выезжает за границу, наверное, тебе 4-5 тысячи тоже. Ну, когда ведут штрафы большие, когда все испугаются, наверное. Если даже жаловы за границу закрыты, как вы считаете? Но счета на организацию закрыты. Закладный проект, опять, надпись лицо, на территории иностранного государства. Иностранные. Здесь-то мы ничего не говорим. Если вы хотите... Так, еще вопрос, проекты, которые в Казахстане будут транспортировать, они сами собирают товар у нас. Мы должны оформлять ценную? Транспортную накладную. В условиях договора надо прописать, что осуществляется реализация самовывоза. Они к вам приезжают и, в принципе, в этой ситуации нет. То есть, исходя из условий договора, налоговикам, конечно, ситуация не очень нравится. Но будете давать им объяснение. Говорить о том, что нет в этой ситуации. Но в этом договоре пропишите, что они сами забирают. То есть, были такие ситуации, объясняют. Нет, потому что они сами, если это их транспортное средство, если они сами забрали, они сами себя оформили и повезли. Это небольшое заход. На счет фактура, да? Да. На счет фактура накладная или прочее. Так, ну, в принципе, все. Дорогие. Слушайте. Опять, винить. На это все. Спасибо.